Туколица головой бабочки. Вот такие они все покореженные. Кто поел, кто поел, понятно, кто поел. Кто поел, тот и остался. Вот. Вчера заглянула на антресоли, увидела, что был налет от рипса. Какой-то я не очень хорошо видна продезинфицированный. Он у меня три таких больших поддона заразил, и я экстренно предпринимала. Мало действий. Я нашла в ютубе, когда женщина показывала, как она прыскала водкой в мешочек гладиолуса, не заязывала на 20 минут. Соответственно, быстро побежала, нашла эту водку в магазине, но не прыскала, а замачивала. В общем, вот моя огненная вода. Вот она. Вот, знаете, бассейн для гладиолусов из водки. И что делает? Так как эта голубая бабочка с ней возилась из детки, видите, сколько тут дырочек всяких. То есть я кто-то поел. Я вот так выковыриваю купель с водкой, вот они там хорошенечко наклюкаются сейчас, и на сушечку вот так выложу, потому что очень жалко. Вот видите, сколько я выковыривала, какая она с наростами такими точечными. Что делать? Что делать? Сорт надо спасать. Весной каждую луковицу отсаживала для того, чтобы получить этот сорт голубой бабочки. Что, сейчас этот паразит? Мне сейчас все испортит? Нет. Заодно сразу прижгу, получается, вот эти рамки, которые я почистила. Вот. И нож постоянно, он в дезинфекторе моем. В общем, я никому это не советую, пока я сама делаю. Но, когда я вчера проводила экстрем-обработку... Сколько у меня там было? 400 луковиц? Во-первых, вот я показываю луковицы, которые я вчера обработала, которые я успела. Они еще... Ага. Это все я потом буду замазывать фаворкацином. Вот эти где-то я не выковырила. Вот это что такое? Кто знает? Вот эти точечки все. Вот. Убираем. Вот мои ярусы. Вот здесь и здесь. Здесь еще живая плоть. Мы еще можем видеть, что здесь еще... Вот они. Никто не поел их. Вот. У меня еще одна часть. Тоже я все вот это обрабатывала. Спирт. Ну, спирт это водка. Спирты. Очень много выкинула, кстати. Вот. Вот. Что ты плачешь так вот? Также вот здесь. Тоже все продезинфицировала. Спирт здесь. Вот здесь. Вот такие я замазывала замазкой канцелярской. Тоже, кстати, неплохо. Что было под рукой? Здесь. Здесь. Я сразу... Вот они. Видите? Посмотрим. Сейчас я типа вы... Они уже не искупавшись. Любителям огненной воды просьба не хвататься за сердце. Мне, конечно, дороже луковицы потратить полгода на то, что... Ищешь. Потом выписываешь. Потом высаживаешь. Потом ухаживаешь. Потом какой-то фиг их не жрет. И ты можешь, по сути, даже не получить. Я вообще заказывала 175 деток. Видите, сколько у меня теперь своих деток есть. Вот. И у голубой бабочки есть разные детки. И дают, кстати, она хорошо детку. Вот. На луковичке с деткой. Вон, две крупные детки. Где-то нет ничего. Где-то нет. Где-то я уже убрала. Поэтому вот сейчас провожу обработку с водкой. Спасали. Просто... Спасаю. По вчерашнему ночному моему опыту, я увидела, что все трипсы подохли. Умерли. Прямо все неживые. Стоило окунуть луковицу вот... Я в такой стаканчик окунала. Вот. Все. Потому что никто не ползал. И вроде как налет. Перестал быть таким липким. Посмотрим. Посмотрим. Такой эксперимент. Спасибо. Я в описании. Ссылку на канал человека, который посоветовал метод с водкой. Особненный такой водой. Обязательно добавлю в описание. Первый источник. Потому что ей огромное спасибо. Я практически спасла. Я раньше как думала. Поставила насушку на три недели и забыла. Все. Через три недели у меня там маячки. Можно уже дальше чисткой заниматься. Ничего подобного. Вот прошло полторы недели. Сразу смотрите. Вдруг какая-то гадость там осталась жива. И она так быстро делает свои колонии. Вот. Поэтому будьте бдительны, внимательны. И не оставляйте. Иначе у вас... Короче, останетесь на третью неделю вообще без гладиолусов. Они быстренько их сожрут. И наплодят на своих личинок. Вот. Мои пьяненькие гладиолусы. Пьяные и счастливые. Сейчас следующие пойдут. Это единственный лоток, который у меня остался не обработанным. Все лотки в квартире обработаны. Все. Всем пока-пока. Вот еще одна голубая бабочка у меня дополнительно. Видите, в каких она точках? Это я вчера тоже в вермуте, по-моему. Или в чем? Вот откуда это? Трипсов нет. Сейчас они могут пересохнуть у меня. Вот такие точечки на луковице. Кто-то их ел. Кто ел? Наверное, трипс вот так и ест. Да? Кто еще может? Вот такие точки я вчера убирала у некоторых. А здесь не упала. Ну и вот. Питок. Вот здесь таких точек уже нет. Я все здесь почистила. А это сорт Акватория Лето. Шикарный сорт. Вот тоже такие. Из 15, по-моему, это сколько? 17 луковиц. А вот это очень крупная детка Салунга. Оранжевый сорт. Ну вот, прошло где-то полтора часа. Я все, что было, почистила. У меня получилось 8 луковиц. Нет ни одной луковицы, где не было бы точки, которого я не вырезала. Самое главное тут надо вырезать так, чтобы вот это кольцо корневое не потравмировать. Иначе не откуда будет к корешкам появляться. Вот она у меня голубая бабочка. Это 8 штук. А вот детка. Это называется детка от детки. Вот купальня. Водка еще есть. И вот можно посмотреть, какая детка. Вот. Крупная есть. Есть мелкая. Мне, конечно, когда я покупала, мне селекционеры, не селекционеры, кто там занимается, вот не вот такую детку дали. Отправили не вот такую большую, а вот такую маленькую. И вот из таких маленьких, маленьких деточек, методом доращивания 9 апреля их доращивала, ворсили, потом пересаживала в открытый грунт. Получились у меня вот такие луковицы. Вот они. Разные. Где-то есть большие, где-то маленькие, где-то ювенильные, где-то 4 разбор. Вот. Так что, кто хочет размножить, пожалуйста, размножайте. Но нужно ухаживать. В этом году я не буду их на доращивание. Я сразу в открытый грунт посажу. И не вот так россыпью, вот как у меня в канавке, да? Так я ходокова сажала детку. Там, дай бог, чтобы вот такая маленькая появилась. Даже такой не было. А буду, наверное, под дугами высаживать в открытый грунт на расстоянии друг от друга, где-то 5 сантиметров точно. Чтобы детка смогла вырастить. В ширину вырасти. В длину, куда ей будет удобно. Так что вот. А заказывала я, по-моему, 175 деток. Голубой была бабочки. Искала ее по всей России. Платила везде за доставку по почте по 300 рублей. Вот чтобы у меня появился этот сорт только. Вот, пожалуйста. Он у меня появился. Я его вырастила. И мне какой-то паразит. Трипс. Или какой-то жучок. Или что-то. Причем, когда выковыриваешь вот эти проходы, как будто там восковое. Восковая составляющая этой луковицы. Все, на этом заканчиваю. Надеюсь, что все эти луковицы будут нормальные в следующем году. У меня нормальные луковицы. Вырастут и будут хорошие цветы. Но я все равно буду вести эти луковицы до последнего. Вот. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok